Здравствуйте, дорогие ботаники! Сегодня мы с вами прогуляемся вдоль опушки нашего леса и посмотрим на то, что у нас здесь сейчас цветет. Вокруг весна, некоторые цветы уже появились из-под земли, но самое важное, что многие деревни, деревья, распускают сейчас свои почки и показывают свои первые странные, на первый взгляд, цветы. Для начала мы с вами посмотрим вот на это дерево, очень обычное по всей Англии. На нем еще только-только появляются первые листья, только распустились почки, можно сказать, но на них уже появились первые цветы. Это ясень, вы можете увидеть его цветочки, из которых потом появятся плоды, вот в таком виде. Потом мы на некоторые цветы посмотрим под микроскопом. Посмотрите, какой красивый закат. И мы под этим закатом ходим около нашего леса вместе с нашим шариком. Шарик! 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 Шарик не хочет показываться. Но мы с вами в основном рассматриваем сегодня цветы. Посмотрите на эти цветочки. Их можно увидеть почти в каждом небольшом лесу. Это терновник. Я подойду поближе. Вот эти цветы. Из него потом получатся довольно вкусные, хотя и сильно вяжущие во рту, синие ягоды, похожие на маленькие сливы. Он и относится к сливовым растениям. А вот эти маленькие цветы, это оринария или песчанка, из семейства гвоздичных. Оно растет прямо под ногами. Вот его целая полянка здесь. А вот так цветет одна из разновидностей ивы. Эти сережки потом покроются пухом, который будет разлетаться по всем окружающим полям. В середине каждой пушинки будет находиться очень маленькая семечка. А вот это очень невзрачные цветы боярышника. Боярышник дает красные плоды в конце осени, которые очень любят птички, из которых часто получают некоторые лекарственные вещи. Не мог пройти мимо рябинки. Это еще не распустившиеся цветочки, которые через несколько дней все раскроются и станут беленькими, не очень большими, но довольно интересными цветами. К концу осени они, рябинки, тоже покроются ярко-красными ягодами, которые очень любят птицы, но люди их, как правило, с пищей не употребляют, поскольку они обладают горьковатым вкусом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова